Всех приветствую, друзья! С вами Кимеев1, и в этом видео я вам покажу самый крутой режим, который может быть в танках, и в частности, в Танк Легионе. Поехали, друзья! Как вы знаете, начал я играть в Танк Легион немножко, и проверять, какие режимы есть, и наткнулся на один просто потрясный режим, который мы сыграем на Хэтсере. Уже вторую модификацию я открыл вот буквально сейчас, и на нем мы пойдем в этом режиме, поиграем. Расскажу он у него подробно, и этот режим называется, сейчас смотрите, одно из событий, последний выживший игрок. Он доступен в среду и четверг, то есть тут битва идет, ребят, до последнего игрока. То есть ты выбываешь, выбываешь, чем дольше ты живешь, тем выше ты в рейтинге, как сказать. Ну а если ты всех убил и остался победителем один, как, грубо говоря, Царь Горы, или не знаю как, выжил, то ты вообще сверх-сверх чего-то. Может быть, здесь какие-то и боты бывают, или что-то еще, неопытные игроки. Но я тоже неопытный, ребят, тут сколько? Ну боев 10 я всего провел сейчас в Танк Легион, может 15, а может и того меньше, надо посмотреть. И я поражен. Вот такого режима не хватает, наверное, в каждой танковой игре, где мы действительно можем посоревноваться, по-настоящему посоревноваться, где ничего не будет зависеть от баланса. Потому что когда 7 на 7, 15 на 15, где-то боты, где-то непонятно какие игроки, где-то кто-то не играет, просто заходит в бой, а сам сидит, чай пьет. Ну вы сами понимаете, особенно кто играет в картошки. Я вот до сих пор в нее играю, уже 10 лет, у меня там аккаунт и все прочее. И часто ты страдаешь, набиваешь, набиваешь, да это любая игра. Скоро видео выйдет по одной игре, где там убивал, убивал, убил 6 и все равно проиграли. Ну потому что невозможно. Стреляешь, стреляешь и все равно вся команда сливается, ты хоть что делаешь. Конечно, и самого такие моменты бывают. По глупости где-то нарвешься, поедешь с той стороны и тебя замочат. Но смотрите, а в этом режиме все все-таки зависит от тебя. Как ты будешь сэйвиться, как ты будешь стрелять, тут конечно непонятно. Может на первых уровнях здесь ботов запустили, потому что с какого фига он ко мне кормой стоит. Не думаю, что он меня не видит. Тут заствет какой-то своеобразный, все же друг друга видят, карты-то маленькие. И вот идем. Видите, вверху желтым обозначен я. Класс техники показан, который имеется. И серым это убитые танки. И вот нас становится все меньше и меньше. То есть уже на три танка меньше. И я уже не займу последний, предпоследний, предпредпредпоследнее место в этом баттле. Действительно, это можно сказать танковый баттл, ребята. Битва между танками, где играешь ты один сам за себя. Согласитесь, во многих режимах этого не хватает. В картохе это можно было сделать в тренировке, но она там неофициальная, как таковой статистики нету, никуда она не идет. И ты не можешь просто-напросто вот это все наблюдать. А здесь это официальный режим. Да, пусть он не на каждый день. Пусть он там только в особых режимах и в определенные дни. Но он интересен. Главное понять, как тут попасться, чтобы всегда были игроки. Мне кажется, все равно это бот. Потому что как-то они не очень ведут себя правильно на многих классах техники. То в сторону смотрят, то еще что-либо. Таким образом. Ребят, очень понравился режим. Вы представляете, какие танковые игры вы играете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И напишите, есть ли подобный режим в этих играх? И хотели бы вы, чтобы он там был? Мне кажется, любой игрок, у которого есть амбиции, просто ради интереса, готов поиграть в соло, но именно за себя. А не за команду, не там взвод или еще кого-либо. А вот такой вот битва, где ты последний выжил, значит, победил. Ну и естественно, здесь нужно баланс, конечно, учитывать, чтобы не было такого что-то. Ну а прокачка танка, это уже зависит от нас. Выходить сюда в бой надо, значит, на прокачанном танке, а не на лоу на каком-то. А потом говорить, вот я вышел, у меня был сток, и меня он замочил голдой в топе, как обычно. Сейчас вот в картошке, например, все играют голдой, даже на премиум танках, таких как Скорпион, или там, не знаю, у него пробой какой-нибудь танка 300, а он все равно лупит голдой в каком-то легком танке. Ну вот так вот. Сейчас убери голду в картошке, и просто половина игроков или уволится, или уйдет опять тут Google Play, что-то, потому что они не смогут без нее пробивать. Так и здесь, режим такой, конечно, тут много нюансов, много правил должно быть, чтобы игроки чувствовали себя равными. Ну, равные по классу, примерно, машины, равные по уровню, ну и, естественно, за счет снарядов, чтобы здесь не было преимущества какого-то. Ну, здесь как такового его и нет, на самом деле. Это я просто говорю, для других уже, у меня в голове все другие проекты держатся, ну, как на заметку, скажите, было бы интересно именно провести бои в таком режиме, где у тебя нет союзников, а все, кто не с тобой, а тут нет никого с тобой, те против тебя. То есть все враги, вот все, кто есть на поле боя, все враги. Вот видите, я езжу тут по краю карты. Почему по краю карты? Всегда, ребят, чтобы было спокойно, что с одной стороны тебя точно не убьют. Потому что когда едете посередине, у вас четыре стороны открыты. Ну, как говорится, север-юг, запад-восток, спереди, сзади, слева-справа. Если вы едете по красной линии, по крайней мере, одну из зон вы закрываете, а если вы проехали по другой и поворачиваете, на другую ищите соперников, то две зоны, в двух зонах вы можете быть уверены, что к вам могут только приехать или нанести урон с двух. А если вы, например, вот как сейчас с левой, справа вы знаете, что никого нет, сзади тоже нет, а слева прикрылись камнем или домом, то получается, только спереди может быть враг. И вы можете быть спокойны за три стороны. Но это как нюансик, как подсказка небольшая все-таки. Опыт большой в разных танках. Не в этих играх, конечно, не в легионе, здесь мало играет, но просто. Так, и что у нас остается? Нас остается трое. Я вначале не понял, это мой первый и пока единственный бой в этом режиме, друзья, я вам сразу скажу. Я вот сейчас играю и как бы до этого не играл. Осталось 120 секунд. И я подумал, что вот мы трое остались. Вначале вообще ничего не понимал. Думал, что серые они возрождаются. Потом дошло мне, ну что это плюто, какое возрождение. Здесь же как бы это только мы и все. И подумал, что здесь я не отмечен. И когда я вот сюда еду, ехал, я думал, что это, ребята, где-то еще есть ПТ-шка. Где-то еще есть ПТ-шка по той простой причине, что... Не думал, что сам себя опознать, что я один из, а это желтым, поэтому не догадался. И все время смотрел на сторону, где может быть она. Боялся от нее выстрела, потому что она могла бы так больно сделать, что я убежал бы в ангар. А здесь ребята бились между собой. Ну, естественно, этого мы убили в первую очередь, потому что у него было мало ХП, чтобы от одного избавиться. Хотя и в того попал тоже был бы он убит. Ну, там он уже ходил за горочку. И смотрите, выхожу на этого, на последний. Все, вот она, победа в руках. И тут стреляю в маску. Ну, он меня все равно бы не убил. У меня достаточно количества ХП. Это Матильда. Добиваем. И опять не добиваю. Вот так вот. Ну, то есть под конец какой-то мандраж, эйфория и все мимо. И все равно победа. Монстр килл. И игра окончена. Получается первое место. То, что всех убил. Но особо тут, наверное, гордиться нечем, что вот эти вот все друзья, которые здесь находятся, товарищи. Скорее всего, это боты какие-то. Наверное, я так думаю. Но все равно, как потрениться в таком режиме и восхититься в таком режиме. Еще раз повторюсь. Это лучший режим, который существует. Это имхо, чисто мое мнение. Реально круто поиграть только за себя. Не надеясь ни на кого. Не слыша ни от кого обид, что ты не туда поехал, ты меня не поддержал. Есть же такие, вы знаете. Он думает, что ты ему должен и обязан почему-то помогать. Если он поехал херню, извините за выражение, заниматься. Даже раш по центру и написал тебе, помоги мне. А ты ему не поехал, помог. Он потом сдох и пишет тебе таких гадостей в чате. Ну, а здесь ты сам за себя. И все. С вами был Кимеев1, друзья. Пишите свое мнение по поводу этой игры, по поводу такого режима. В каких играх вы играете. И ставьте лайки, если понравилось. Дизлайки, если нет. Напишите комментарий, чтобы попасть в рубрику топ-комментарий. Ну и до скорых встреч, друзья. Всем пока-пока и удачи вам.